Реакция общественности на постоянный рост цен позитивной не может быть в принципе, ведь финансовые удары чаще всего касаются самых популярных продуктов и услуг. Так, в ситуации ожидаемого роста стоимости бензина, независимый топливный союз России предложил отпускать горючее на заправках не по целому литру, как сейчас, а по половине. Звучит как очень странное предложение, но рациональное зерно в нем, оказывается, есть. Специалисты предполагают, что если автомобилисты будут видеть на заправочных табло цену не 40 рублей, а 20, то и социальная напряженность по отношению к росту стоимости бензина снизится. Такой ход представители топливного союза подсмотрели у маркетологов. Яркий пример подобной подмены понятий – недавно появившиеся на прилавках упаковки яиц, которых не 10 штук, как обычно, а 9. Такая же схема часто используется и при продаже молока. Отдельные производители уменьшают объем упаковки и немного сбрасывают цену, все равно оставаясь в плюсе. Однако, как показывает практика долгосрочного эффекта, подобные меры не дают. Это принесет прибыль в краткосрочном эффекте, да, возможно. Но в случае с бензином, именно с подешевением в два раза, я думаю, первые, кто это сделает из топливных компаний, они, наоборот, получат отток. Вообще, один из трендов маркетинга на ближайший год и даже, пожалуй, несколько лет – это максимальная открытость, максимальная честность и максимальная клиентоориентированность. О какой клиентоориентированности идет речь, если тут изначально, ну, как бы, человека считают немножко задурака.